Привет, друзья! Меня зовут Ира. Для тех, кто меня не знает, я являюсь практикующим тренером федеральной сети клубов Alex Fitness. Это марафон «Я тебя похудею 2.0». Большое тебе спасибо за оказанное доверие. Спасибо, что ты здесь, что ты со мной, что ты в марафоне под моим крылом. Сегодня тебе чуть-чуть больше расскажу о том, как будет устроен наш марафон. Нас с тобой ждут 4 недели. В каждой неделе будут по 3 тренировки в понедельник, в среду и в пятницу. Для этого марафона нам нужно будет всего лишь одна пара гантелей. Я взяла вес 6 килограмм. Ты подбираешь вес, исходя из своей физической подготовки и убедись, пожалуйста, в том, что с весом, который ты выбрал, ты выполняешь упражнение верно, с правильной техникой. Это самое главное. Я прочитала, изучила комментарии, которые были написаны под первым марафоном «Я тебя похудею». И в моменте люди писали уже легко. Дело в том, что ваш организм адаптируется к нагрузке и со временем вам становится легко выполнять тот объем работы, к которому вы привыкли. Я учла и этот пунктик, и тренировки «Я тебя похудею 2.0» будут наращиваться по времени. Ну а мы начинаем первую тренировку. Конечно же, с разминки. Ставим ноги на ширине плеч, кисти рук у нас идут на пояс, плечи у нас опущены, расслаблены. Мы выполняем наклоны головы вправо-влево по три раза. Медленно, аккуратно. Остановились через центр и меняем движение. Повороты головы вправо-влево. Отлично. Еще один раз. Хорошо. Кисти рук мы кладем на плечи и делаем круговые движения. Вот так. Остановились и поменяли направление движения в обратную сторону. Есть. Локти идут назад, и мы раскрываем руки в левую и в правую сторону. Проследите за тем, чтобы вот это движение совершалось. То есть мне нужно, чтобы мы здесь потянули грудные мышцы. Вот так. И немножко подключили с вами мышцы кора. Есть. Еще два раза. Один. Два. Ставим ноги шире плеч, оставляем одну руку внизу. Вторая рука будет поворачиваться вверх. И внизу мы меняем руки. Левая остается на полу, правая вместе с головой растет наверх. Вот так. Здесь мы разминаем кор. Небольшое такое спиральное скручивание присутствует в позвоночнике. Готовим, активируем наше тело. Готовим его к тренировке для того, чтобы мы не травмировались. Для того, чтобы наши мышцы качественно включились в работу. Ставим ноги еще шире, 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 шире. И делаем вот такие вот выпады боковые. И через центр мы меняем сторону. Вот так. Я очень надеюсь, что ты сейчас находишься в кроссовках босиком. Я тебе не рекомендую заниматься, потому что у нас сегодня будут прыжки. И не нужно, чтобы твоя пятка комфортно приземлялась без этого удара. Все равно кроссовок за счет своей подошвы он смещает ударную нагрузку. Последний раз. Есть. Мы становимся в начале коврика, делаем большой выпад вперед. Противоположную руку мы располагаем рядом. Вторая рука у нас уходит наверх перед собой. И мы возвращаем ногу в исходное положение. Дальше шагает правая рука. Левая рука располагается рядом, правая рука растет вверх. И исходное еще два таких повторения мы должны с вами выполнить. Наверх. Хорошо. Вот так. И садимся в выпад. Подбираем правую ножку к себе. Растягиваем четырехглавую мышцу бедра. Здесь мне нужно, чтобы вы таз подкрутили вот сюда. Не выпечили красивенько прогиб, а наоборот вот так. Так, берем ногу, подкручиваем таз, как я вас просила. Вы сразу почувствуете другие ощущения. Растягиваем здесь четырехглавую мышцу бедра и меняем сторону. Опа. Равновесие еще нужно. Стоим. Стоим, стоим. Не забудьте подкрутить таз тоже. 5, 4, 3, 2, 1. Мы встаем. Одну ножку правую мы выставляем вперед. Делаем наклон корпуса так, чтобы нога не загибалась в коленном суставе. Мы надавливаем на бедро, а носок направляем на себя. И стоим в этом положении. 5, 4, 3, 2, 1. И меняем ногу. 5, 4. Носочек на себя, на себя, на себя натянули, чтобы всю заднюю цепь потянуть, растянуть. 3, 2, 1. Скрещиваем руки вот так вот на груди и делаем круговые движения только корпусом. Таз оставляем на месте. Вот так. Все, наша разминка заканчивается. Сейчас мы будем уже выполнять те самые интересные тренировочки, которые есть на моем канале. Этот марафон, систему марафона я разработала сама. Мы поменяем направление движения. Ничего лучше до сегодняшнего дня я не могла придумать, поэтому именно эту структуру для марафона я решила использовать и в этот раз. Остаемся на одной левой ноге. Правое бедро мы поднимаем и вращаем из внутренней к наружной стороне. И поменяем направление движения. 1, 2, 3. Последний раз. 5. Хорошо. И все то же самое мы проделаем с другой стороной. 2, 3. Что-то похрустывая, да? 4, 5. И меняем направление движения. Вытащила так руки, потому что мне так проще удерживать баланс и равновесие. Есть. Все. Разминка на этом подошла к концу. Я тебе желаю удачи и чтоб ты на протяжении этого марафона добилась то, чего ты хочешь. Мы начинаем первую тренировку «Я тебя погудею» 2.0. Поехали! Итак, мы начинаем сегодняшнюю тренировку. Для тех, кто не проходил марафон «Я тебя похудею», я расскажу коротко о том, как будет устроена наша работа. У нас будет 3 упражнения. Все эти 3 упражнения мы повторяем без отдыха по 30 секунд. Затем 30 секунд мы отдыхаем. В следующем круге первое упражнение выбывает, но добавится другое упражнение. Итак, у нас получается, что каждый круг отличительен друг от друга, то есть тебе он не будет надоедать. Понятно? Супер! Поэтому мы можем начинать. Первое упражнение у нас будут джампинг-джеки и выпады с махом гантелей в сторону. Я сейчас чуть-чуть тебе расскажу про выпады, чтобы ты быстрее могла включиться в работу. Мы остаемся на правой ноге и правая рука будет держать утяжеление. Мы делаем выпад в сторону, правая рука идет к левой ноге. Затем левая нога идет к правой ноге и рука идет в сторону вместе с утяжелением. Это должно быть инерционным движением. Пожалуйста, не делайте вот так. Хорошо? Потому что вы забьете ваши плечи и не сможете выдержать упражнение всю дорогу. Итак, я запускаю таймер 5 секунд до старта. Джампинг-джеки. Первое движение. Раз, два, три. Поехали. 30 секунд работаем. Легко, красиво прыгать в джеки. Вот так. Мягкие колени, руки через сторону. Вот так. Поднимаются, встречаются наверху. Легкое касание. Это может быть хлопок. А может быть просто легкое касание. Хорошо, хорошо, хорошо. Готовимся. Следующее упражнение у нас выпады. Смотрите. Я беру утяжеление в правую руку. Правая нога у меня опорная. Вот. Как идет. Я склоняю не только руку, а весь корпус поворачиваю к ноге. Хорошо, хорошо, хорошо идем. Давай, давай, давай. Еще чуть-чуть. Гантели вылетают. Отсюда наберет разгон и вылетает. Заканчиваем. Супер. Все то же самое мы повторяем на левую ногу. Поехали. Опа. Хорошо. И потом мы отдыхаем 30 секунд с тобой. Давай, 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 давай. 6 килограмм я взяла. Утяжеление на этом марафоне, оно у меня будет всегда. То есть у меня не будет меняться вес из тренировки в тренировку. Поэтому ты можешь собрать для себя, если у тебя сборные, разборные гантели, и отработать с ними весь марафон. Вес подбираешь самостоятельно. Я рекомендации по весу не даю. Я лишь озвучиваю тот вес, в котором я работаю. Следующее. Мы включаем упражнение бег с захлестом голени. То есть джеков у нас не будет. Мы начинаем с выпада в сторону. Хорошо. Поехали. То есть мы делаем сейчас выпады в сторону правой ноги, выпады в сторону левой ноги. И затем бег с захлестом голени. У нас следующее упражнение будет третье в этом круге. Хорошо. Вдох. Выдох. Если ты включаешь тренировку на своих часах, это функциональная тренировка. Поехали. Чем вы больше разгоните гантелью из нижней точки, тем будет вам легче ее, так скажем, выставлять в сторону. Здесь должно быть инерционное движение. Вот так. Таз тащим назад. Назад. Еще немного. Сбрасываем утяжеление. И сейчас мы делаем бег с захлестом голени. Поехали. Бежим. Темп выбираешь свой. Если ты уже устала, замедлись. Если ты чувствуешь себя бодрячком, ускорься. Дыши. Всю дорогу дышим. Вот так. Давай, 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 давай. Еще чуть-чуть и потом будем отдыхать. Немного, немного, немного. Давай, давай. Подтопим. В конце. Ю-ху. Есть. Хорошо. Пьем водички. Второй круг у нас пройден. Осталось всего лишь 10. Сейчас у нас добавится упражнение сетап. Упражнение на пресс. Мы начинаем с выпадов в сторону. Внимание. С левой ноги. С левой. Правую мы исключили уже. Мы к ней позже вернемся. На двенадцатом круге. И начинаем. Третий круг. Незаметно к нам подкрался, да? Вроде бы только что включили тренировку. Хорошо. Еще, 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 еще. Давайте. Выдох. Выдох. Бег с захлестом голени. Следующее упражнение. Затем мы выполняем сетап. И опять отдых. Опять отдыхать. Есть. Готовы? Поехали. Начали. Между упражнениями я дала нам ровно 5 секунд, чтобы мы успели подготовиться к его выполнению. Чтобы не теряли, не брали из наших драгоценных 30 секунд время на подготовку. Мы сбрасываем утяжеление, настраиваемся на следующее. Поэтому ложимся на коврик вот сейчас. Тоже уходит на это все время. Сетапы. Делаем замах двумя руками. Касаемся носочков. У тех, у кого поднимаются ноги, вы можете зафиксировать под стул, диван, кровать, что у вас есть. Или попросить ребенка подержать его ноги, пока вы тренируетесь. Последний раз. И опять мы отдыхаем. Фух. Обязательно между кругами мы пьем один глоток воды. Чуть-чуть освежаемся, восстанавливаем водный баланс. Пить на тренировках нужно, нужно, но в меру, чтобы эта вода не болталась вместе с нами, не прыгала джеки и так далее. Мы сейчас начинаем сбег с заглестом голени и добавляем приседания с гантелями. Начали. Блин, честно скажу, я кайфую от этих тренировок сама. О, правда. Круги не повторяются. Каждый круг индивидуален. Ну, вообще кайф. Я хочу вообще поблагодарить вас за то, что этот марафон состоялся, потому что я сказала, что больше не будет платных марафонов. А вы все спрашиваете. Сделай, 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 сделай. Только благодаря вам этот марафон сейчас состоялся. Не буду разговаривать. Лучше сделай больше стапов здесь. Сейчас мы берем с вами утяжеление, располагаем его за внешние стороны ног. И делаем приседания с паузой внизу, с активацией ягодиц. Красивые. Лопатки сводим для того, чтобы не округлялась наша спина. И мы не превращались в сутулую собаку. Вот так. Спина ровная. 30 секунд. Я считаю, что можно выдержать приседания с разведенными лопатками. Сейчас мы выполняем. Пьем глоток воды, как договаривались. Сейчас мы выполняем сетапы. Затем у нас приседания с гантелями и добавляем бёрпи. А вы думали, их не будет? Бёрпи без ничего. Просто прыгнули. 6-7 бёрпи и кайфуем. Хорошо? Девчат, ну давайте. Если не 6-7, давайте 5. 4. Кто сколько может? Помните, что одно бёрпи это одна калория. И пускай это вас мотивирует их прыгать. Встаем быстренько. Берём утяжеление и делаем красивые приседания. Опустите взгляд вниз и посмотрите, ровно ли у вас стоят стопы. Чтобы не получилось так, что одна находится впереди, вторая сзади. Это мелочи, да? Но от них зависит общий результат. Так, следующее упражнение это бёрпи. Сразу же, сразу же кидаем гантели. Вот мои ноги уже готовы. Каждый прыгает кто сколько может. У нас у всех есть 30 секунд. Я вам сказала 5-6-7, чтобы показать вам, что это вообще немного. И чтобы вы настроились на них. Последний раз. Всё. А вы боялись. Вот и бёрпи у нас прошли. Следующее упражнение, которое мы с вами добавим, это жим одной гантели над головой. Будем прокачивать с вами плечки сейчас. Но в начале мы выполним красивое приседание. Фух! Отдышались, восстановили дыхание. Установили заранее постановку ног. Что-то я рано гантели, да, взяла? Могла бы ещё подольше отдохнуть. Лопатки сведены. Наверху делаем выдох. Спина ровная. Приседаем до параллели, не выше. Так, один круг с бёрпи мы сделали. Сейчас сделаем ещё один. И потом останется один круг. Вместе с ними и бёрпи уже не будет. Поехали! Давай ещё немного. Ещё немного. Ещё чуть-чуть. Отдыхаем. Берём утяжеление. Одну гантелью берём за два длина. И 30 секунд мы выполняем жим гантелей. Плечики уже горят. Плечики уже горят. Класс! Мы начинаем седьмой круг из 12 выполнять. Половина пройдена, ребят. Пять секунд на начало бёрпи. Последний, кстати, в этой тренировке. Поэтому не расстраиваемся. Давайте так прыгаем и плачем, что бёрпи больше не будет. Дальше делаем жим. Готовы? Начинаем. Выдох. 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 Блин, 6 килограмм у плечика, капец, как забиваются. Дальше. Следующее упражнение. Махи. Блин, махи-гантели. Последний разочек, Кир, давай. Берем одну гантель за блин, либо вы можете взять ее за рукоять. Мы приседаем и вытаскиваем гантелью энерцией, опять же говорю, энерцией до параллели с полом. Это русские махи, американские махи до суда делаются. Выполняем легкую версию. Отлично. Продолжаем. Вот так. Успокоились. Отдыхаем. Супер, хорошо идем. Мне прям нравится. Сейчас мы добавим с вами упражнение скалолаз, которое развивает мышцы кора. Но для начала мы выполним силовое упражнение на плечики. Три, два, один. Или сколько там осталось? Поехали. Начинаем упражнение. Выдох, выдох. Продолжаем, продолжаем, продолжаем работать. Махи, гантели у нас следующие. Последний раз. Берем блин. Гантелью за блин, точнее. Поехали. Делаем полусет. Таз оттопыриваем назад. Закидываем гантелью за линию пяточек. За линию колен, прошу прощения. И энерцией, взрывной силой ног. Гантелья у нас сама. Раскачивается до параллели с полом. Вот так. Фух. Еще. И еще. Давай, давай, мои хорошие. Хорошо. Скалолазик. Так. Высокая планка есть. Скалолаз мы выполняем не скрестный, а обычный. Вот так. Давай, 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 давай. Колени, груди. Таз не растет. Планка хорошая, ровная у нас с тобой. Отдыхаем. Водица, водица. Начинаем сейчас с махов. Махи-гантели. Первое упражнение. И добавляем выпады правой ноги впереди. Последнее упражнение у нас будет. Хо-хо-хо-хо. Восстанавливаем дыхание, да? И начинаем. Готовы? Поехали. Выдох. Выдох. Поехали, поехали, поехали. Еще чуть-чуть. Мы на восьмом круге сегодня. Сегодня и завтра тоже будем на восьмом, ребят. Хорошо. Оставляем гантели, спускаемся на скалолаз. Следующее упражнение. Мы выполняем выпады. Правая нога впереди. Берем в руки две гантели. Еще немного. Еще немного. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Берем утяжеление. Обе гантели. Правая нога впереди, левая сзади. Ноги выстраиваем на ширине плеч. Тянем таз назад. Вот так. Это силовое упражнение. Здесь мы восстановим дыхание с тобой. Подкачаем наши булки заодно. Вот так. Лопатка сводится. Есть. Отдыхаем. Сейчас мы делаем скалолаз. Выпады правая нога вперед, выпады левая нога вперед. Хорошо. Вот эти три упражнения у нас будут на десятом круге. У нас осталось всего лишь 10, 11, 12. Три круга. Можно выложиться. Сделать быстренькую, быстренькую, быстренькую растяжку. Давай-давай, чуть-чуть поработаем еще. Понимаем, что силы уже не так, как вначале у нас были. Били ключом, так сказать. Конец тренировки. И мы работаем на высоком пульсе здесь. Поэтому, если вы сейчас чувствуете небольшой упадок сил, ничего страшного. Сейчас у вас тело переключается на режим такой использования жира в качестве источника энергии. Гликоген он уже потратил. Ну, у каждого свой запас, конечно же. Это все индивидуально. Сказать, что у всех так сейчас происходит, не могу. Тащим таз назад. Не меняем позицию. Мы как установили ноги в самом начале, так они всю дорогу и стоят. Сбросили гантели, чтобы руки отдохнули, если у тебя это тяжелый вес. И продолжаем. После этого упражнения у нас опять отдых. Вот так. Еще, 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 еще. Еще немножко. Еще немножко и будем отдыхать. Есть. И этот круг мы закончили. Сейчас мы делаем с тобой выпады. Правая нога вперед. Выпады. Левая нога вперед. И джампинг джеки. То самое первое упражнение, с которым мы начинали и сразу же его исключили. Возвращаемся к нему. Приготовили ножки, чтобы не терять заветные секунды для работы. Взяли лопаточки и начинаем. Таз стараемся держать ровным. Колени идут в разные стороны. А вот и равновесие. Покинула сейчас чат. Еще, еще, еще чуть-чуть. Выдыхаем. Выдыхаем. Вдох, выдох. Последний раз. И меняем с вами ногу. Я даже не буду отдыхать в этот раз. Потому что положить и взять гантели уходит, мне кажется, больше сил, чем просто их подержать в руках. Давай, моя хорошая. Давай, мое солнышко. Вдох. Выдох. Хорошо. Еще немного. Еще немного. Джеки, следующее упражнение. Настраиваемся отложить вес. И выполнить джампинг, Джеки. Ты готова? Начали. 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 Еще, 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 еще. Ну ты чего? Давай, давай, давай. Последнее. Хопа. Молодец. Сейчас мы делаем с вами последний круг. Последний. Мы делаем выпады левой нога вперед. Джеки. И выпады в бок правой нога вперед. То есть не вперед, а опорные. Хорошо? Давай, последний кружочек. Стоит нам выложиться в конце. Делаем с тобой небольшую растяжку после тренировки. Я тебя опускаю. Поехали. Улыбаемся. Это последний круг. Последний, последний. Выдох. Вдох. Выдох. Дышим. Стараемся дышать, направлять поток воздуха не в живот, а в грудь. Хорошо. Следующий это Джеки. Вот сюда, дышим. Вот сюда. Не замедляемся. Не замедляемся. Это последний Джеки в этой тренировке. Поэтому прыгаем на славу. Сжигаем. Сжигаем. Сжигаем самое большое количество калорий. Сжигаем. На одной линии. На одной линии. Еще, еще немного. Последние разы. Юху. Юху. Клава и себе, что мы закончили эту тренировку. Сейчас мы садимся в позу ученика. Закидываем правую руку за корпусом тела. Восстанавливаем дыхание. Дышим. Пять, четыре, три, два, один. И меняем в сторону. Тренировка позади. Не забудь, пожалуйста, вкусно и питательно покушать. Потому что питание для того, чтобы нас питало в первую очередь. Вдох, выдох. Меняем в сторону. Пять, четыре, три, два, один. Садимся вот в такой выпад боковой. Разворачиваемся в левую сторону. Если вы выпрямили левую ногу. И опускаем. Стараемся корпус уложить на левое бедро. Склоняемся. Пять, четыре, три, два, один. И немножко поставьте стопу параллельно с началом коврика. И потянем приводящие мышцы. То есть мы правую руку, правой рукой отодвигаем правое колено в сторону. А таз немножко надавливаем вниз. Вот такое движение у нас будет. И меняем в сторону. Сначала носок на себя. Стараемся уложить. Животное бедро. Тянемся. Носочек на себя. Затем выстраиваем ногу параллельно с ковриком. Левый локоть давит в левое колено. Разворачивает его наружу. Почувствуйте здесь растяжение. Пять, четыре, три, два, один. Мы идем в позу лягушки. Старайтесь не просто развалиться, провалиться тазом вниз. А как будто вы растягиваете. И одновременно вы напрягаете мышцы тазового дна. Как будто вы хотите коленями собрать коврик в гармошку. То есть вы расслабили и собираем коврик. Расслабили и собираем коврик. Расслабляем и активируем мышцы тазового дна. Девчат, хорошо. Садимся на ягодицы. Выставляем правую ногу вперед. Левая нога зашагивает за внешнюю сторону. Правой рукой за внешнюю сторону левого колена. И разворачиваем корпус влево. Плечи у нас опущены. Такого нет. Вы должны быть вытянуты как струнка. И меняем стороны. Раз, два, три. Стоим красиво, грациозно. Как будто нас сейчас будут фотографировать. И на обложку самого модного журнала. Печатать. Есть. Поднимаемся на ноги. Выставляем одну ногу вперед. Обхватываем ее за стопу, за носок. И тянемся вниз. Вот такое движение сейчас происходит. И меняем ножку. Расположили вес тела на две ноги. Голова свисает, руки свисают. Делаем глубокий вдох. И глубокий выдох. Глубокий вдох. И глубокий выдох. Расслабились. И аккуратно, подкручивая сначала таз, позвонок за позвонком, мы растем, поднимаемся наверх. На этом наша сегодняшняя тренировка подошла к концу. Жми под ней лайк, чтобы я видела, что ты ее сделал. Таким образом, я посчитаю, сколько вас, выполнивших эту тренировку. А мы увидимся уже совсем скоро на второй тренировке. Пока.